Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова видос по колде Warzone. Хотел сегодня записать для вас геймплейное видео с Супери, показав, что он еще ого-го. Но горит у меня, полыхает в этой игре сильнее, чем машина, в которой медведь сел и сгорел. Поэтому сегодня как они так играют? И знаете откуда? Знаете, где мы будем? Знаете, куда мы переехали? Лагос, Нигерия. Да-да, ребята, как они так играют? В Африке, Эдишн. Хотите сэкономить на покупках Warzone? Я нашел отличный дискорд-магазин, где можно купить Black Cell, Кодпоинты и наборы в три раза дешевле для любого региона, любой платформы и без ограничений. Представьте, вы можете взять хоть 50, хоть 100 тысяч Кодпоинтов за один раз. Магазин проверенный, с множеством положительных отзывов. Кроме того, там часто проводят розыгрыши и скидки. Рекомендую зайти по ссылке в описании, если хотите сэкономить, ну или просто скупить полмагазина. Загружаемся мы уже в каточку. Сейчас мы быстро умрем. Я пока звук не включаю для того, чтобы не слушать гудения самолета, вот это вот пиканье и так далее. Я вообще не любитель подобными вещами заниматься, поэтому мы сейчас, наверное, просто разобьемся даже о землю. Не буду улетать далеко, мне кажется, так будет даже быстрее. Все, бам. Мы в ГУЛАГе. Отправляемся в ГУЛАГ. ГУЛАГ сейчас мы разыграем. Это ГУЛАГ. Какой у нас будет ГУЛАГ? Так, ГУЛАГ, кстати говоря, достаточно сложный. Здесь не получится сыграть так, как я обычно люблю играть. Так, РАМ-7 и Ринетти. Ага. Ну, оружие у нас такое. Вот это 800 ТТК у оружия. У этого. Ну, по большому счету, мы его просто услышали и сделали слайд под него. Так, сейчас мы еще раз разбиваемся. Чтобы минус уши не были, звук отключу. Бам. Все. Мы умерли. Сейчас нас перекинет на какого-нибудь Кентика, и мы за ним будем смотреть. ТОП-117. Так, давайте посмотрим, за кого перекидывают. Ну, тут у нас какой-то чувак. Сразу видим, что он там оружие меняет туда-сюда. Достаточно быстро лутает, что-то берет. Поднимает все свои ресурсы. На самом деле, я не вижу большого смысла раскидывать вот эти микроволновки. От них особого толку никакого нет. Особенно, если вы постоянно бежите вперед. Поэтому я бы на это время не тратил. Чувак почему-то просто встал, послушал. Видим чела, который бежит. Так себе пострелял. Где-то 70 армора ему снес. Нужно учитывать, что у РАМ-7 ТТК на первой дистанции 800-880. На второй уже ближе к 1000. Вот здесь, очевидно, была уже вторая дистанция. 50 метров. Вот у него метка стоит, да? И у чела две АР-ки. Обязательно берите ПП-шки. Я не устану. Я буду каждый выпуск это уточнять. Ребята, самая плохая ПП-шка хуже, но лучше АР-ки. Я не знаю, чего чувак ливнул. Ну, его не забанило. Чувак просто ливнул. Второй, кстати, ролик подряд у нас такая тема, что... Чувак, за которым мы смотрим. Он такой стоит, думает, думает, думает. А потом, походу, мама зовет. И нас просто перекидывает уже на следующую. Хотя там файт был. Было бы интересно посмотреть, как чела будут сейчас разыгрывать. Ну, давай. Майкел. Майкел ЛМКС. О, рассмотрим, как они сейчас в ГУЛАГ будут играть. Давайте посмотрим. Вот в этом ГУЛАГе вы добегаете до центра. Вот до вот этого, до стеночки. Останавливаетесь и слушаете, где находится чувак. После этого вы на звук делаете слайд с приаимом. И спокойно убиваете чувака. Ну, здесь, чуваки. Это он кончился. Чуваки, конечно, мое почтение. Мое почтение. Легендарные африканские геймеры. Так, сейчас посмотрим, куда он полетит. Давайте, один фраг у него есть. Сдох он, кстати говоря, в Лоутауне. Ну, достаточно, кстати, хорошая лока для человека, который так плохо играет. И сразу видим снизу чувака. Он на него вообще внимания не обращает. Пытается в дырку попасть. Ребят, крутите головой, когда лутаетесь. Ну, вообще, что-то делаете. Крутите головой. Так, вот ППшку. 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 Ну, нельзя так играть. Ну, нельзя с таким оружием играть. Вас просто убьют. Любой человек, который будет атаковать вас с ППшкой, он вас перестреляет. Ну, нужно, чтобы он прям очень плохо сыграл. Чтобы чел тебя с АРки, допустим, ты с АРки переселил его с ППшки. Дело в том, что на первой дистанции у большинства АРок ТТК значительно выше. Прямо значительно. Он ближе к 800. У АРок, в то время как у ППшек в среднем от 650 до 750. При этом ППшка начинает сыграть раньше, точнее от бедра. Я знаю, я повторяю это каждый этот. Я повторяю это каждый выпуск. Но я буду это повторять, пока люди не научатся. Вы не можете играть с двумя АРками. Вы не можете играть с, не знаю, снайперской винтовкой плюс АРкой. Это не PUBG. Это не Fortnite. Здесь есть понятие Sprint to Fire. Sprint to Fire это задержка перед стрельбой после бега. Если вы по карте перемещаетесь бегом, а все так делают, вы начинаете стрелять позже, в зависимости от того, какое у вас оружие. Если мы посмотрим, допустим, какой-нибудь Супере. У Супере Sprint to Fire он ниже 100. То есть он начинает стрелять от бедра раньше, чем любая АРка. У АРки ближе к 200. И это без модулей. С модулями там вообще туши свет. Ну, тут у нас чувак чисто на позицию играет. Что мы посмотрим по зоне. Зона на самом деле очень хорошая. Вся карта практически в зоне. Если мы играем на плейсмент, то у нас очень просто. Вы сначала идете в центр Олдтауна, вот где-то вот здесь. После этого у вас появляется третья зона. Вы идете в центр третьей зоны. После того, как появится четвертая зона, вы идете в центр четвертой зоны. А его кемпят в этот момент. Под пивас покидает игру. Чувак вообще не одупляет, что происходит. Он ни арморки не закидывает, ничего. Тоже, кстати говоря, интересный момент, касающийся арморок. Если вы получаете урон, пока вы не можете стреляться, просто сжимайте кнопку закидывания арморок. Вы можете бежать на полном ходу. Бежать на полном ходу. Вы можете закидывать арморки на полном ходу. В этом нет никакой проблемы. Это раньше была проблема в первой варзоне. У вас не было возможности так делать. Знаете, я бы сказал, что у чела очень плохой геймпад. Ну, либо он очень плохо играет на геймпаде, в принципе. Большинство людей, кстати говоря, начинают, когда играть на геймпаде. Они примерно вот так головой двигают. Типа оп, 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 оп. Первое, чему вы должны научиться, это плавненько двигаться вокруг себя. Вот так вот, вот так вот. Вот вы ставите прицельчик на уровне условно солнечного сплетения врага, на уровне живота. И учитесь поворачиваться из стороны в сторону без вот таких вот колебаний. Знаете, как на этом? На медицинских этих аппаратах. Ну, вы поняли. Как на кардиограмме. Вы учитесь из стороны в сторону так делать. Почему так? Так, дело в том, что когда вы находитесь на одной плоскости с врагом, вам нужно будет прицелиться только из стороны в сторону. Вот так. И потом уже контролить отдачу. Таким образом, вам легче прицеливаться. То есть, позиционирование прицела на уровне солнечного сплетения. Плюсом, ко всему, вы бежите и просто перед собой стреляете. И вы начинаете стрелять до того, как уйти в прицел. У вас в руках есть иппшка, вы вообще 100% выиграете файт. Ну, если, конечно, враг вас на звук не ловит. Здесь мы видим, ну, дефолтного, наверное, игрока, который... Вот таких людей, если честно, на карте большинство. И они никуда не двинутся, пока их зона не начнет выдавливать. И это те самые чуваки, которые стреляются за зоной, не понимая, что происходит, зачем что происходит и так далее. Он поднял какую-то пушку, он не понимает, зачем ее поднял. Сейчас поднимет снайперку, потому что такой... О, снайперка лучше, чем то, что у меня в руках. Возьму снайперку. Ну, там какой-то тоже кент, знаете, такой ссыкливый. Наш друган может закинуть арморку. Вы постоянно должны на худ смотреть на свой. То есть вы посмотрели врагов, словно, в игре. Посмотрели на карту, посмотрели на худ. Вот, посмотрели перед собой на радар, на карту. Ой, получается, на худ. То есть посмотрели, сколько у вас армора. Вот, вы четко должны знать, сколько у вас арморок. Опять взял, опять поменял оружие. При этом у него нету пэшки, а тот чел его не пушит. Потому что там такой же ссыкливый писюн. Я прям слышу, как он топает в соседнем здании. Он находится вот в этом здании. То ли вот в этом, то ли вот в этом. Прям, ну слышно, как он ползает. Уже топ 46. Такая, знаете, расчильная, расчильная каточка получается. Но я готов поспорить. Через минуту 13 у нас будет зона следующая. И, скорее всего, ему придется идти. Скорее всего, ему придется идти. То есть если мы судим по этой зоне, четвертая, точнее третья зона у нас сойдется куда-то вот сюда. Ему очень повезет, если третья зона вдруг окажется вот здесь. Ему очень повезет. Вот. А так, чисто технически, вы видите эту зону, бежите сюда. Встаете где-нибудь, вот тут вот домик есть, да, допустим. Вот этот домик, он очень удобный. На нем часто люди кимперят. Все, упал вниз. Братан, ну давай, ну давай, ну выходи, ну выходи. И, блядь, сайдвиндер. Ужасно. Ну, кстати говоря, сайдвиндер хотя бы имеет хоть какой-то шанс переселять ППшку. Ну, потому что у него свой ТТК достаточно низкий. Но у него, по-моему, есть опенбул дилей. Это раз. А во-вторых, с него в принципе неудобно стрелять. Давай, давай, подними АР-ку сейчас еще раз. Еще раз АР-ку подними. Ага, ага, ага. Сейчас, ну сейчас, сейчас точно. Так, все. Он набрался смелости. Тестостерона в яйца. Самое смешное, это там чувак стоял. Он все это время стоял. Прошло 4 минуты видео. 4 минуты. И он его не запушил. Он просто слушал. Там такой же Кентик. 2 кила. Но у него хотя бы ППшка. ВСП с пола хороша. Эта ВСПшка очень хорошая. Нет смысла брать ее. Нет смысла. Так, ВСП, да, хорошо. Вторая пушка у тебя какая? Ну, у тебя точно не снайперка. Ты бы наверняка со снайперки пробовал стрелять. Так, смотрите. На его месте сейчас можно пойти купить ладаут. Ладаут стоит, по-моему, 3 500. Вот. У него 4 тысячи есть. Но он, походу, делать этого не будет. Потому что он кто? Правильно. Он кемпер! Вот здесь только что взлетел чувачок. Мы будем надеяться, что здесь будет хоть один сильный игрок, который прибежит и просто его... Ему напинает жепу. Вот. Мы видим, как чел прилетел. Ага, 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 ну-ну, ага. А каков шанс, что ты его убьешь с этой пушки? Я думаю, около нулевой. В этой сборке скорость полета пули там какая, интересно. 800, наверное. Без глушака-то. То есть у нас на Ката и Маре полная... Полная сборка. Скорость полета пули 920. У нас здесь нет глушака. То есть, скорее всего, тут длинный ствол. И вроде как быстрые патроны. Так. Дверь обязательно закрыть. Но это чисто папич. Чисто папич. Ему осталось только аптечки выложить. И футболку, это... Один вин надеть. Ладаут покупают на магазине. Вот, чувак тоже. И БПЛА дали. Все, это, скорее всего, дали БПЛА с магазина. Буду признателен, если сейчас чел прибежит и убьет его. Вот, они файтиться там начали. Вот в этом месте. То есть где-то, где-то, ребята, интересно. Вот тут, где у нас взлетал чувак, тоже находится. Ну, чисто технически. Чисто технически. Скоро ему придется идти. Скоро ему придется идти. Так, видим чела. О, он тоже видит. Так, давай, пробуй. Ну, брат, ну давай. О, нет. Так, ну, судя по... Ну давай, ну репикни, ну репикни. Умрешь. Умрешь. Ну давай, давай, давай. Ага, 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 ага. Да там он уже убежал, он уже... Он уже перебежал. Он же поди на крыше стоит, ждет его. Он все это время под БПЛА. Заметьте, вот красный, красная каемка, это означает, что БПЛА. Так. Никого не слышно. Нет, там чувак уже просто пробежал. Вот здесь все еще есть люди. Здесь все еще есть люди. То есть у нас был вот здесь чел. Снайперка у него целил. Плюс у нас здесь есть чел. Скорее всего, скорее всего, вот этот будет файтиться вот с этим. Если вот этот чувак не перебежал сюда. Ну это прям, знаете, это прям шикарно, шикарно. Так. У нас вот тут находится чел. Это где? Ну он действительно недалеко. Так вот, там бегает. Я ставлю на то, что ему сейчас просто в лоб прилетит. Вот просто в лоб прилетит. И там должен быть чувак, который... Вот он, вот он стоит. Вон он стоит, его видно было. Давай! Ну и как не в голову? Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! А арморки-то что не хавает, чел? Там чел арморки не хавает. Ну, у нашего подопытного были все шансы сейчас его убить. Не знаю, почему он не взял чуть-чуть выше. Очевидно, что надо было стрелять чуть-чуть выше. А сейчас надо перезарядиться. Потому что, извините, это не морж все-таки. Он сейчас одну пульку выстрелит. И даже если попадет, он не добить чела не сможет, который, например, нокнется. И что сделать? Так, сзади зипка перелетает. Везде интересно, ребята, кроме того места, где мы... Отлично! Отлично! Сейчас ему придется идти. Сейчас мы увидим, как чел умрет. Абсолютное большинство таких кентов умирает на перетяжках. То есть, как только требуется куда-нибудь бежать... Давай-давай-давай-давай! Давай! Вот сейчас можно было выстрелить. Ну, там чувак даже двигается, что-то делает. Так, ему надо бежать. Ага-ага-ага. Очень сомнительно бежать под него. Здесь сейчас опыны будут слева. Очень сомнительно. Но окей. Чувак просто пробежал на заправку. Очень плохой путь для перемещения в зону, если честно. Здесь у нас просто опын огромный. То есть, вот зипка есть. То есть, мы... Ну, любой нормальный человек просто подойдет, кинет на зипку дым, улетит и улетит куда-нибудь вот сюда. Или улетит, постарается улететь куда-нибудь вот сюда. Идеальные зоны. Или вот... Ну, вот на храме, конечно, будет идеально. Потому что с него можно будет перелететь тут же на зипку и улететь в пятую зону. Например. Как бы сделал любой адекватный человек. Так. О, еще лучше снайперка. Вау. Хорошо. Но это, ребята, это, если что, киберспортсмен из Африки. Если вы не знали. Вот. Он сейчас после игры пойдет. Знаете, что делает? Знаете, что пойдет делать? Из велосипеда сделает... Трубопровод. Водопровод. Да-да, не удивляйтесь. Обычное дело для людей из Африки, играющих в Warzone. Здесь не очень сейчас удобно ему будет играть. Потому что то место, куда он бежит, там чел находится. И причем не один. Справа, скорее всего, тоже будут сейчас люди. По нему сейчас уже снайпер стреляет. Он даже слайдики не использует. Хотя стоило бы, конечно. Так, все. Он не знает, куда бежать. Вот, кстати, это дефолтный геймпадер. Вот люди, которые ноют на геймпады, вот так выглядит. Обычный игрок на геймпаде. Хорошо, что там чел с коряком играет. Надо перебегать. По-другому никак. Так, ага-ага-ага. Сейчас, сейчас, сейчас расчекает. Но-но-но-но-но-но-но. Ну, в него как будто стреляли вот отсюда. Да, вроде, я вроде даже видел чела сейчас. Ну, надо бежать, братан. Ну, там же канал. Но он далеко находится, враг. Враг очень далеко. Даже если бы он вот здесь побежал, прямо сразу. Вот здесь у нас ЛГшка. Лоу-граунд. Нижняя земля. Сзади как будто никого нет. Вообще, в идеале, если вы играете от зоны, вам нужно двигаться вдоль зоны. То есть, вот, вы бежите вот таким образом. Вот так. Вы создаете позади себя свободную зону. Ну, в которой чисто технически нет никого. О, увидел. Увидел, увидел наверху. Ну, ну, надо же брать выше. Ну, вообще, типа, никакого понимания, да, что пуля падает. На такой дистанции чисто там 3 миллиметра вверх взял. Пулька такая. Мяу. Чел на голову упадет. Вообще, типа, на большой дистанции, то есть, если вы видите, что, ну, больше 200 метров... Там, там пушки, там пушки, там пушки. Ну, развернись, ну, развернись. Там пушки. Там твои пушки. Ну, ты че, ты вообще шизик. Ну, ло, киберспортсмен. Пушки. Во, 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 во. О, это очень плохой сетап. Очень плохой сетап. Но у него там хотя бы глушак, кстати говоря, на снайперке. Вы не можете, повторюсь, вы не можете в этой игре собирать себе АР-ки, именно как АР-ки, и брать с собой снайперку. Вы будете проигрывать в любом милифайте. Почему так работает, я уже объяснял на... На теме того, что у вас в игре есть Sprint of Fire. И оружие, например, СВА на первой дистанции имеет ТТК 780. В то время как ППшка, например, метовая, имеет ТТК 630-710. Не, ну... Жалко, второй нет попробовать. Я, если честно, даже не слышу, что там врагов. О, Дронко Микадзе. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ну, мне кажется, он сейчас будет вот так на картах перемещаться. Видим чела. Нельзя вообще в него целиться. Сзади и снизу еще один находится. На его месте двигаться можно только вот так. Вот. Раз, два, три. Вот сюда как-то. Но, причем это уже опасно. Потому что любой чел сверху его спокойно увидит. Если он сейчас даст аирстрайк, его видно будет на карте. Любой человек, который контролит зону, он будет знать, где он находится. Это нужно учитывать. Когда вы даете аирстрайк, вас видно. Сейчас еще лучше видно стало. Чел, кстати говоря, не активирует тактический спринт. ГГ. Ну, братан, ты наигрался. Короче, что я хочу сказать. Ну, он бегает без спринта. Есть тактический спринт. Тактический спринт это двойное нажатие на бег. Когда вы это делаете, у вас персонаж бежит некоторое время чуть дольше. Ну, все, оббегай. Ну, оббегай. Ну, давай. Ну, вообще, вдоль забора убегай тогда от него. Ну, если ты не можешь против него играть, просто убеги дальше. То есть, тут нужно прочекать хотя бы как-то зону. У него здесь есть возможность пробежать вдоль забора. Он вдоль забора вот так пробегает. Если что, кидает дым. У него даже дым, кстати говоря, есть один. То есть, шансов, что он сможет пройти через здание, то есть, закрываясь как бы со всех сторон, он крайне небольшой. Сейчас летит дрон-камикадзе. Дрон-камикадзе, скорее всего, по челу, который стреляет. Да, дрон-камикадзе взорвался. Вот сейчас надо выпикивать, смотреть. Смотри, что тут происходит. Зона сейчас начинает двигаться. Ну, у него золотая маска. Будет удивительно, если он хотя бы топ-3 возьмет. Вот я серьезно говорю. Для такого геймплея это весьма и весьма неплохо будет. То есть, чел играет всю игру. Вот, как бы, как-то очень по-кемперски. Я нам чел, ну, тут киберспорт. Что? Что? Это нереально. Вот, понимаете, в этом весь варзон. Он за трусы тянет вас ниже. О, там чувак! Короче, эта игра, она за трусы тянет вас ниже. Кинь дым, братан. Кинь дым. Она прям за трусы. То есть, если вы плохо играете, она тянет вас выше к среднему значению. Если вы лучше, она тянет вас вниз к среднему значению. Каков шанс, что чувак, который сейчас активно, зная, где чел находится, заслайдив в него и сделав дропшот, не убьет врага? Примерно 50%. Почему? Потому что у чувака геймпад. Чувак играет на геймпаде. И это основная причина, почему большинству казуалов имеет смысл играть на геймпаде. Вы будете выигрывать в ситуации, где вы не могли выиграть физически. В этом сила геймпада. То есть, да, там есть какие-то киберспортсмены где-то там, которые прям жестко-жестко отыгрывают. И они прям жестко сильнее, чем любой другой киберспортсмен на КВМе. Мы не о них говорим. Мы говорим про среднего подпиваса. Средний подпивас в этот момент, опрокинув на себя пиво на КВМе, он так не постреляет. Чувак на геймпаде, опрокинув это же пиво, постреляет вот так. Так, третий фраг, его это вполне устраивает, он топ-8. На его месте я бы, наверное, прополз вот сюда. Вот здесь у нас есть заборчик, вот тут есть заборчик. Он от него может сыграть, его увидели. ГГ, ну там чувак просто, он два раза успевает прицелиться, пока... Кен, за которым мы смотрим, прицелится. Топ-7, топ-7. На самом деле, очень неплохое, очень неплохое место для этого чувака. Нас перекидывает на чела, у которого 11 фрагов. Надо закидывать арморки. Очень долго закидывает арморки, на самом деле. Да, лэрстрайк туда. Так, ага. Но он даже не целится. Он даже не старается целиться, как будто. Ему надо отойти, ему надо отойти вниз. Ему надо отойти вниз. Видит чела? Там можно будет восполнить арморки. Восполнить дымы, чел справа бежит. Ну там противные, конечно, кенты какие-то играют. Очень противные. Ну что ты делаешь? Ага. Ну ладно, хорош, хорош, хорош. Сейчас бы восполнить, восполнить себе приколы. Если он их восполнит, у него будет семтекс, точнее, термит, чтобы убить врага. Откинул. Правильно делает, правильно делает. Хорош, хорош. Так, играть можно. Топ-3. 12 фрагов. Рано, рано, рано. Кидаешь. Там был щитовик. Тебе нельзя тратить. Вот, вот, вот. Хорошо, чуваки, играет. Хорошо, это убил. Может выиграть. Должен выигрывать. Должен выигрывать. Слышим? А тут за зоной сдох. Не, нормально сыграл. Правильно сделал. Он сделал, типа, все, что нужно было сделать именно для победы. Вот его ситуация сейчас. Правильно откинул все. Потом пополнил. Не затупил. Я бы на его месте, конечно, второй термит не кидал. Пока не увидел бы щитовика. Потому что там внизу был щитовик. А термитка это идеальный способ убивания этих самых щитовиков. Вот такой, ребята, получился выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я не знаю, почему вам нравится действительно этот формат. Стикинсон, опять же, привет. Потому что все почему-то думают, что Стикинсон только делал такие видосы. Ну да ладно. Окей. Ребята, в моем телеграм-канале, в закрепленном посте, вы можете получить бесплатные два скина Monster Energy. Синий и зеленый. Все, что вам нужно, перейти, соответственно, в мой телеграм-канал, подписаться. И там еще есть беседка. Вы можете вступить в чат, где можно общаться с другими челами. Ну и, соответственно, с ними можете еще и поиграть. Если прям сможете найти общий язык. А я пока пойду дальше гореть. Потому что, не знаю, горит у меня от Warzone. Очень сильно горит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова